Всем привет, с вами снова я, Лиза, и это уже про злых продавщиц видео. В общем, один раз мы приходим в такой продуктовик. И там женщина как бы подавала сок, подавала всякие молочные коктейльчики. Но они были, знаете, типа топтышка там, вот такие вот. Я захотела шоколадный коктейль. Я у мамы спрашиваю, как бы, она говорит, давай лучше. Потом, типа, они здесь хранятся как бы без холодильников. Они стояли просто на витрине без холодильников, лето, жарко. Они могли уже давно просрочить, ну, как бы, испортиться. Она мне сказала это на ухо. Продавщица очень посмотрела на нас и говорит, типа, все с ними нормально, нечего говорить, берите. Они только свежие. Мама спрашивает, куда их привезли? Она говорит, всего две недели назад мы посмотрели и говорим, не, извините, не сегодня, попозже. Может, мы как-нибудь зайдем позже, сегодня, может, но чуть позже. Она говорит, типа, куда вы пойдете, здесь лучше продукция. Ну, вы не хотите, не покупайся. Типа, и сказала, что если вы не будете покупать, не приходите больше в магазин никогда. И просто выгнала нас. Круто. Потом, я знаю такой типаж злых продавщиц, который смотрит на тебя очень зло. Я видела такой типаж, когда, типа, скрипиши, вот эти, опять же, упомянула их. Это, если что, не реклама. Просто я их обожаю. Я собираю вот эти все штуки. А, кстати. Вот, собираю эти все штуки. И один раз продавщица мне просто не стала выдавать. Скрипиша. Я у нее спрашиваю, почему вы мне, типа, не выдали. Она говорит, что все, типа, закончились. А я-то видела, что у нее под лавкой стоит коробка. У нее просто, знаете, коробка под, получается, касса. И там я смотрю обычно, если, как бы, стоит покупать на деньги, там, или товар спонсора брать. Они нужны, но можно не сегодня, а завтра, например, купить. Вот. Вот. Я обычно так смотрю. Вот. И я посмотрела, как раз, под ее кассу. И там была целая коробка, полностью наполненная этими штуками. Просто как коробка стоит, пустая. Не видно, там есть или нет. А просто наполненная, целая. Я ей говорю, что у вас, как бы, под касса есть. Она говорит, что нет. Она достает оттуда пустую коробку. Я ей говорю, что я видела, что у вас есть. Она мне говорит, что нету. В итоге, я разрешала эту ситуацию. Вот. Следующая история про пятерочку уже. Это было маленькое. А сейчас пятерочки. Пятерочки выдавали, знаете, этих бравл. Я, как бы, не любитель, но бравл старса, как бы, я играю в бравл. Ну, играла ла, играла раньше. Сейчас не играю, потому что, вы знаете, из этой ситуации большой. Да и бравл очень плохо начал работать, зависать. Я ничего не имею против, но вот у меня он начал зависать, поэтому, вот. И тогда я собирала эти бравл. В общем, там товары-спонсоры я была с бабушкой. А бабушке, если не выдали, не выдали, все, типа. Бабушка говорит, мне не выдали, типа. Я ей спрашиваю. Типа, она купила много продуктов. Один раз я ей спрашиваю. Типа, тебе не дали? Она говорит, нет, не дали. Я спрашиваю, почему? Говорит, мне сказали, что таких товаров, которые я, типа, взяла, товары-спонсоры, сказали, что за них нельзя получить. Я ей говорю, что можно. Что как они так, типа, говорят, если на самом деле можно получить. Вот. И тогда я пошла с бабушкой, и уже я там была. Как бы не только бабушка, но и я там была. И они говорят, что нету таких товаров. А я ей говорю, что есть. Она не хотела мне никак выдавать. То есть, так же, как с крепышами. Только она не говорила, что у нее нету. Она говорит, что, типа, вообще не даст. И в итоге бабушка говорит, что ладно, пойдем. А я ей говорю, нет. Я хочу добиться своего. Я хочу получить. В итоге я пошла с этой продавщицей. До этого прилавка, где написано, что за ней дают. Открыла ей... Она открыла сайт на телефоне на своем. В итоге оказалось, что дают. Я была права. В итоге я получила свое счастье. И мне попался новый Бравл. Вот. Следующая история про наглость одного сетевого магазина. Какого только я не буду говорить. Мы как-то раз пошли с папой в магазин. И ему продали, как, скажем, как чипсы, маленькие. Даже не чипсы, такие мясные чипсы, можно даже так назвать. Да. Да. Как оказалось, позже у них был странный привкус. В итоге они оказались просроченными. И пап пошел разбираться. Во-первых, они говорили, что связываться ни с кем не будут. И это все обман. И то, что мы их специально так сделали. И что, как бы, много раз ходили. В итоге они говорят, типа, связывайтесь с директором. А директор у них, как бы, такой. Злой. Продавщица как не хотела, в общем, что-то давать. Пугалась. В итоге. Мы позвонили директору. Директор, конечно, всегда на стороне работников. Но в этот раз он сказал, что... Нет. Типа. Дорогие мои. Вы ошибаетесь. Типа, вы продали, давайте, возвращайте, типа, деньги. Эти работники такие вообще офигели. Особенно эта самая была женщина. Она просто офигела и говорит, типа, не будем возвращать. И в итоге он о них наорал. И они вернули нам деньги. Но папа сказал, даже если, типа, вы мне не верите, я могу вам показать. Чек, я могу показать, как бы, все, все, что просрочено, срок годности. Но, и даже без этого нам доткнули наши деньги. А это было про злых продавщиц. Но это еще не все. Я самый ужасный тип. Который просто орут. Просто был такой тип у меня, очень, таких людей. В общем. Женщина, я у нее хотела купить, знаете, что я хотела у нее купить? Я у нее хотела купить бисер. Бисер плетения. Это было где-то в городе. В общем, и она сказала, что, типа, бисер. Она сказала, что продавать не будет, потому что я еще малолетка. Мне еще надо было купить иглы. Для бисера. Она не стала ничего продавать, потому что сказала, что я еще малолетка. И мне такое нельзя продавать. Иглы, типа, а ты можешь и мне пораниться. Я говорю, что, как бы, у меня 10 уже было. В этот момент. Она сказала, что все равно ничего продавать не будет. Хоть мне 10, пока мне, типа, не исполнится 18, она мне ничего продавать не будет. У нее, конечно, цены были капец дорогие, тем более еще. Я думаю, ну, подумаешь, что на 4 рубля, как бы, больше, чем у нас. Даже нет. На 4, на 5 рублей больше, чем у нас. Думаю, ладно, куплю. Тем более, тут такие цвета прикольные, иглы, думаю, другие, как бы, другую компанию. Думаю, может, получше будут. Ну, нет, она мне ничего не стала продавать. Просто сказала, что, типа, приходи с мамой, с папой и ушел. На этом все. В этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.